И всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Колян Тепловоз, чей сегодня очередной обзор дополнений. И, ребят, опять у нас в обзоре вагоны! Блин, ну, я вообще-то так думал, что особо так интересно будет смотреть на локомотивы, на тепловозы, электровозы, на мотор-вагонный состав. Но вот подписчики хотят видеть вагоны. Снова мне подписчик прислал вагоны ТВЗ 017. И, собственно, ребят, это не просто состав из одинаковых вагонов, это вот реально сколько их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 вагонов в одном файле, вот. И, то есть, по идее, они должны быть разные. Вот, ну, давайте посмотрим, значит, я точно помню, здесь у нас купе, плацкарт, сидячий, СВ, потом какой-то смешанный, не знаю, смешанный, кто с чем. Потом у нас вагон-ресторан и штабной вагон. Вроде бы вот так вот. Так, ну и, по идее, они должны отличаться внутри, так что... Нет, ребят, вы не поняли. Мне не нужна кабина электровоза, мне нужен салон вагона. Мне не нужна кабина, кабину электровоза я уже видел. Ну, да, ребят, я, конечно, сейчас для галочки пройду последние два вагона, но, похоже, салонов у нас, ребята, нету. Да, салонов у нас нету. И, блин, нафига тогда было усложнять жизнь и делать 7 вагонов, если снаружи они почти абсолютно одинаковые? Ну, хорошо, вагон-ресторан, он еще внешне отличается от купе и плацкарта, там, вот здесь вот в смешанном вагоне тоже вот немножечко видно, что чуть-чуть окна по-другому расположены. Вот эти три вагона, они снаружи вообще одинаковые, но вот только вот у этого стекла совсем затонированы. А, смотрите, вот если в окно смотреть, то видно, что они разные. То есть, вот. То есть, по сути, салон-то у них есть, просто нету камеры нужной. То есть, если от третьего лица смотреть, то вот у них есть салон. Вот он сидячий у нас вагон. А почему тогда, в чем тогда была проблема просто взять и запихнуть камеру внутрь вагона, если оно есть? Смотрите, ресторан какой здоровский. Ребята, а в чем тогда была проблема просто взять и камеру запихнуть вот в этот салон? Вот у нас плацкарт. Да, то есть, салон как бы по сути есть, просто не стали камеру туда ставить. Ладно, хорошо. Так, и я там почитал на сайте, значит, во-первых, у нас... Ну, да, что касается внешнего вида, он просто идеален. Ну, единственное, что мне кажется, ходовая часть у него слишком чистая. Ну, да ладно. В принципе, действительно, все очень-очень идеально. Вот. И, значит, что я запомнил на странице, где я их скачивал. Значит, там было написано, во-первых, у них должно присутствовать освещение салонов внутри, то есть в ночное время. Сейчас мы это проверим, попозже на ночь переключим. И у них должны открываться двери справа-слева и должны выдвигаться подножки. Значит, у меня есть такая специальная команда, вот, на открытие-закрытие дверей. Сейчас мы ее найдем. Где она у меня? Вот, passenger doors open, control. Так. Не туда нажал. А, туда. Так. И туда, и не туда одновременно. Так. Ну, и давайте посмотрим, что у нас тут. Door control open. Ну, давайте с правой стороны, чтобы нам лучше все видно было. Ага. А, вот. Значит, двери у нас открылись. Открылись у всех вагонов, кроме ресторана, но это нормальная ситуация, потому что при посадке у нас ресторан двери не открывает. Так что, хорошо, с дверьми все в порядке. А теперь у меня вопрос к подножкам. Почему подножки не опускаются? Ну, хорошо, давайте попробуем. Может быть, это через свойства вагона надо делать? Так. Ага, вот. Хвостовые огни спереди, сзади. Так, для всего состава. Угу. Вот у нас правые двери, свет в салоне, угольное отопление. Ага, то есть у нас тут управление свойствами вагонов идет. Так, хорошо, давайте тогда сейчас закроем двери через команду, чтобы у нас они не конфликтовали, команда, со свойствами вагона. Вот. Ну и допустим, давайте, допустим, вот через этот вагон свойства. Так. Во-первых, давайте сзади включим хвостовые огни. Вот. В принципе, у нас даже нормальненький такой получается... Для пригородного поезда вполне нормальный состав. И... А, то есть у него зад и перед маленько перепутаны. Ну, хорошо. Так, ну, хвостовые огни, ладно, хвостовые огни горят. Теперь давайте управлять с первого вагона. Там есть функция для всего состава, так что... Вот. Для всего состава. Ну и давайте. Левые двери. Открыть. Открыть. Ух ты, они тут даже со звуком открываются. Смотрите-ка, давайте я сейчас попробую. Так. Ну и да, в принципе, то же самое, что и с командой. То есть у нас открываются двери во всех вагонах, кроме ресторана. Вот единственное, что через свойства у нас появляется звук. Давайте я еще раз повторю открытие-закрытие. Так, а теперь давайте я сделаю... На один момент сделаю звук максимальным, чтобы это лучше было слышно. Так, вот дверь. И... Ну да, над звуками здесь, кажется, поработали действительно от души. Хорошо, давайте посмотрим так. Левая подножка. Открыть. Нормальненько, нормальненько. Так, это, я так понимаю, тоже на весь состав. Да, на весь состав сработало. Отлично. То есть подножки у нас тоже работают. То есть впервые в трензе я нашел вагоны ТВЗ современные, которые под низкую платформу работают. У других вагонов подножка, насколько я помню, не опускается. Ладно, закрываем. Так, ну и давайте дверь закроем. Так, хорошо. Что за угольное отопление? А, вот у нас дымок из вагончиков пошел. Да, вот его. Включить, выключить дымочек. Ну да, ребят, конечно, суперсовременные вагоны с автоматическими дверьми на кнопочки. И угольное отопление, это, конечно, мне кажется, вещи не очень совместимые. Ну ладно, разработчикам виднее. Тут я уже ничего говорить не буду. В принципе, здорово, что вот из вагончика дымочек идет. Это достаточно-таки прикольно. Вот. Ну и давайте последнее. Посмотрим свет в салоне. Сейчас я сделаю ночь. Вот, 12 ночи поставим. Так, и... Ну... Нет, я вижу, что свет в салоне есть, но только мне кажется, что-то какой-то он слишком тусклый. Ну, хорошо, главное, что он есть. Действительно, то есть... Оп, 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 оп. Свет имеется, но... Опять же, мне кажется, что-то какой-то слишком уж он тусклый. Ну... Нет, ладно, хорошо. Главное, что он есть, это все равно здорово. Но, блин, я все-таки не понимаю, почему нельзя было просто запихнуть камеру первого лица внутрь вагона. Потому что, как бы, вот сделан внутри салон. На черта он нужен, если его видно только вот, ну, вряд ли кто-то будет так близко к окнам подлетать. То есть... Мне кажется, можно было просто камеру внутрь запихнуть, как это с узкоколейными тепловозами сделано. Вот, и, собственно, все. Так, ну и ладно, давайте переключимся обратно на день. Последнее, что я хочу узреть, это, конечно же... Даже не увидеть, а услышать. Это, конечно же, звуки вагонов. Так что возвращаемся на дневную камеру. Мне так просто больше нравится. Вот, значит, хвостовые огни у нас в хвосте, да, включены. Вот, и сейчас прокатимся. Ребят, для экономии времени я не буду запускать электровоз наш. У меня есть отдельное видео с обзором ЭП-1М, с обзором его запуска. Вот, ссылочку, кому интересно, можно будет найти в описании на обзор ЭП-1М и запуск его. Вот, в этом видео у нас обзор вагонов. Так что запуск ЭП-1М мы все-таки пройдем стороной. А, может быть, тоже через свойства? Нет, свойства у нас нет. Ну, ладно, поедем без фонариков. И я ЭП-1М выбрал, потому что он очень-очень тихий. У него звука моторов вообще нету. Вот. И для нас это очень-очень-очень хорошо. Так что давайте сейчас переключимся. Ну, допустим, на ресторан это у нас примерно середина состава получается. И покатились. Черт. Ребят, я забыл звуки переключить. Давайте я хотя бы на 50% поставлю. Вот. Ну и сейчас будем слушать звуки. Я пока перестану болтать. Проманка. Программа. Ребят. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...